Что касается естественного отбора, я бы, конечно, не стала бы говорить, поскольку здесь есть люди, которые готовятся, но очень показательным наглядным является то, что естественный отбор привлек такое внимание таких достойных людей, что просто нет слов, то есть у вас фурора сегодня. Видимо, тема все-таки затронула что-то такое очень актуальное и живое. Я хотела бы поздравить, во-первых, с тем, что с сегодняшнего дня все-таки у нас начинается весна официально, день весеннего равноденствия приходится в этом году на 20 марта, очень многие народы это празднуют как Новый год. ООН также объявила этот день 20 марта днем счастья. Видите, как мы хорошо встречаемся, вовремя встречаемся. И третье то, что у нас есть люди, которые более обознаны на биоретических вопросах, я думаю, уже была, расскажет два слова. ООН наконец-то разродилась декларацией о правах женщины. Десять лет она ее рожала и вот 15 марта нас, так сказать, поздравили с тем, что у нас теперь, как и у человека, есть права. Я уже предложила Ларисе, да, чтобы вот если она увидит где-то этот документ, он в 17 страниц, да, потом, по-моему, мы его переведем. Да, мы организуем его перевод и разместим за нашим сайтом. И как только мы организуем перевод этого документа, у нас будет внеочередное заседание дискуссионной площадки, куда мы привлечем как можно больше общественных деятелей, естественно, юристов, журналистов, защита прав женщин. В более расширенном пространстве. Да, в более расширенном пространстве. События знаковые. Что говорить? Десять лет сопротивлялись Россия, Ватикан и исламские страны. Да. Ну, они не могли не сопротивляться, потому что там есть пункты, которые очень сложно можно адаптировать вот в традиции сложившиеся культурные, там, религиозные. Это касается и семейного права, это касается права на аборты. То есть там очень много вопросов, которые касаются воспитания женщин, осуществления их прав в семье. И поэтому, естественно, там это очень сложно было. Я думаю, что сама декларация, она не так быстро будет имплементирована в законодательство наших государств. Но сам факт ее принятия – это очень знаково. Да, это знаково. Хорошо. Начинаем работать по нашим. Да, значит, у нас естественный отбор сегодня. У нас три основного докладчика – это Владимир Скачков. Нет. Антон Подлуцкий. Нет. Зилана Островская. Когда я согласился делать доклад на данную тему, крайне говоря, вначале было трудно. Почему? Потому что я вообще не считаю, что между мужчинами и женщинами есть какая-то борьба за выживание и территорию. То, что сегодня ООН принял резолюцию о правах женщин, для меня лично является большим событием, потому что еще лет через 20 мы наконец-то увидим декларацию о правах мужчин. А давайте поборемся за то, чтобы это было раньше. Да. Женский политический клуб может побороться за декларацию о правах мужчин. Нашим мужчинам права нужны. Вот, поскольку я рассматриваю право в принципе в более широкой полоскости и права женщин уходят в права человека, как права мужчин, права детей и так далее. Собственно говоря, если не блюдутся права человека, то усекаются и все остальные социальные гендерные группы. Ну, более конкретно к борьбе за выживание. Дело в том, что если мы говорим о борьбе за выживание, да, о естественном отборе в классическом, в дарвинистском звучании или там в более поздних мутациях духи фрома, то скорее речь идет не борьба внутри одного вида, между особями одного вида, речь идет о борьбе за продление, за расширение своего генетического материала. Вот. И в данном контексте, собственно говоря, какое может быть продление и расширение генетического материала, если нет двух начал, мужского и женского, то есть по определению его быть просто не может. Посему я немножко переиграю эту ситуацию и тезис, да, то есть речь скорее идет не о естественном отборе, а о борьбе за право быть первым, быть главным, да, в этом мире. Вы очень мудро заметили на одном из круглых столов, что женщина хочет быть единственной, мужчина хочет быть лучшим. В современном мире и мужчина одновременно хочет быть и единственным лучшим. И женщина одновременно хочет быть и единственной лучшей. Это приводит к некоему конфликту интересов. Конфликту интересов, который входит в диссонанс с самими основами быта, природы, семьи, да и такого базового экономического понятия, как домохозяйство. Поскольку всюду в мире в принципе экономика считается не по потребительской карзине, а по домохозяйству. Домохозяйство – это как правило муж – жена или жена-муж, и в зависимости от демографической ситуации в стране один, два, три, четыре, пять – дети. Так вот, принято считать, что современный мир является мужским. Доминируют мужчины, играют роль мужчины, мужчины диктуют политику и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Безусловно, где-то это так. Но это фасад. Это фасад. Это такая очень внешне, очень тонкая декорация, которая там при малейшем тычке пальцев тут же валится. Почему? Потому что за каждым успешным мужчиной, если мы поднимем историю, стоит женщина. Точно так же за каждой успешной женщиной, так или иначе, стоит мужчина – брат, муж, сын. Неважно. Дед, да. Это всегда союзничество. И вот в этом союзничестве нужно говорить не о конкуренции, потому что, в принципе, мы можем бесконечно говорить о проблемах современного мира, да, об экологии, там, о низком самосознании, об отвратительном правоприменении в Украине, там, и на постсоветском пространстве и так далее. Но мне кажется, что нужно все-таки говорить о том, как должно быть. А должно быть так, как описано уже давным, давно, кто помог Данте пройти все круги ада? Его возлюбленное. За кем спускался в ад Орфей, благодаря кому он оттуда вышел? Благодаря эвредике. Нет конфликта. Есть разность. Мужчина более сильный. Так сложилось. Мужчина – охотник, да, мужчина – добытчик. В современном, особенно в урбанистическом мире это, вроде бы, не играет такой ярко выраженной роли, потому что все ходят на работу, все добывают некий эквивалент под названием деньги, но все равно и любая женщина, я думаю, скажет честно, какого мужчину она хочет. Сильного, смелого, успешного. Никто не скажет, что я хочу, чтобы он сидел дома, жарил котлеты, воспитывал детей. Ну, может быть, кто-то скажет, но это будет большая редкость и удивление. Точно так же любой мужчина скажет, какую женщину он видит рядом с собой. Добрую, чуткую хранительницу семейного очага. Все-таки это глубочайшая миссия женщины – хранить в неприкосновенности территорию, где двое строят общий мир, где двое продолжают, ну, и, извините за биологический термин, генерировать свой генетический материал в будущее. Да, мужчина сильней, безусловно, но женщина перекрывает силу мужчины козырем, который мужчинам недоступен. Это козырь самопожертвования. Всего того, что женщина способна рожать то, чего мужчина не может, простите, ну, по определению. Премию Чаплина, по-моему, не вручили еще никому. То есть… Пока не может. Не сможет. Это будет довольно странно. Мутант какой-то. Да, это будет уже не природно, это будет урбанистично, да, то есть, но это не будет… Франкенштейн. Да, это будет такой… Франкенштейн. Так вот, в этом самопожертвовании женщина способна на куда более сильные поступки, чем мужчина, базирующийся на своей силе. Даже в йоге есть определение, если не прав, то Вова меня поправит… Лена тебя поправит. Лена меня поправит, что женщины более способны к йоге в силу большей способности к самоотверженности. Из этой самоотверженности проистекает очень много различных качеств. как на них смотреть, как положительных, так и отрицательных, но все это живая жизнь. Женщина более способна к интриге. Именно в силу своего самопожертвования и самоотверженности. В силу способности смотреть на ситуацию абсолютно извне и со стороны. Мужчина, будучи задействованным в ситуацию, ну, очень редко может абстрагироваться от нее на 100% и забыть о своем в ней участие. Женщина это может. И в этом колоссальная сила женщины. Когда сочетается рациональная сила и способность к самопожертвованию, возникает мощнейший союз, который задвигает большие и малые вещи. Второй спектр, который я только что упомянул – это рациональность против интуиции. Еще Карл Густав Юнг в 1912 году писал, что интуиция является базисом. Платон до этого говорил, правда, не имел в виду интуицию, но, по сути, он ее прозревал и подразумевал, что интуиция – основа всех знаний. Потому именно женщина является более мудрым советником, чем мужчина, более прозроливым и более тонким. Да, женщине, вероятно, если смотреть с базисной точки зрения, будет сложнее прописать рациональный пошаговый алгоритм. Это наша миссия. Мы рациональнее. И рацию – это наш безусловный инструмент, это наша прерогатива. Но рацию, не использующая интуицию, как интуиция, не использующая рацию, обречены друг, друг, друг без друга просто обречены на вымирание. Рацию без интуиции – это сухой набор неких концепций и конструкций. Интуиция без рацию – это полет фантазии. Это хаос, другая. Нет, это не хаос. Это не хаос. Это не хаос. Это полет фантазии, который часто, не будучи базирующимся на рацию, не воплощается ни во что. Из этого рождаются потом сожаления, обиды и так далее. Фрустрации. И комплексы и т.д. и т.п. Когда сочетаются рацию и интуиция, рождаются новые проекты, новые идеи, рождается новый мир, да, и рождаются дети. Мы уходим, ребята, мы уходим от понятия естественного отбора. Либо мы говорим о естественном отборе, либо мы говорим об отношениях между полами, кто кому Рабинович, Маня или Хаим, да. Естественный отбор, ребята, это процесс. И если это борьба в чем-то, то это за что-то, а не одного индивида с другим, женщине или с женщиной, мужчиной или с мужчиной. Это схватка. А борьба, это совсем другое, понимаете. Естественный отбор, и я не буду тут упоминать и Фрома, и Дарвина, и тех всех людей, которые придумывали на эту тему, они определили, что это процесс, во время которого происходит продолжение рода человеческого, рода бабочкиного, рода собачьего, рода слонов. Процесс самовыживания, самосохранения путем самосовершенствования, адаптации видоизменения под сложившиеся обстоятельства. Я приведу вам пример. Была такая бабочка в Англии в 1848 году. К 1848 году в Англии, они там все бегают с этими сачочками, эти придурки, изучают книгу. Не было ни одной белой бабочки этого вида до тех пор, пока в Англии не открыли шахты. К началу 20-го века 95% отловленных бабочек того же вида. Все то же самое, только крылья черные. Потому что угольная промышленность давала 60 лет и все стали черными. Но я не о том. Я хочу поговорить, как влияет естественный отбор на то, что происходит сейчас. Я считаю, что нужно... Очень хорошо, что приняли декларацию женщин. О правах женщин. Я теперь предлагаю, что либо принимать декларацию немедленно, буквально завтра-послезавтра о сохранении мужчин, вернее, о стимулировании мужиков для вставания с дивана и каких-нибудь действий. Либо женщинам уже сейчас нужно заботиться, создавать банк с пермой, чтобы хватило на 3, 4, 8, 10 поколений. Потому как, по большому счету, могу... В противном случае... Права женщины, гендерное равенство женщины, это ничто иное, как уход мужиков друг к другу. В прямом и переносном смысле. Не более, не менее. Но я хочу поговорить вот о другом. Раз мы уже начали естественный отбор, я позволю себе буквально некоторые азы. Понятно. Процесс, во время которого в популяции остаются самые жизнеспособные и приспособленные особи для выживания, это является классическое определение естественного отбора. Сегодня мы должны говорить... В процессе естественного отбора происходит то, что позволило нам здесь собраться, жить и нашим детям, и внукам вашим, вернее. У меня таковых нет. Это называется эволюция. Но есть другой процесс. Есть процесс, который называется инволюция, о которой все время говорят и говорят все чаще и чаще. И сегодня мы должны говорить, что происходит... Если мы хотим серьезно подойти к этой проблеме, а не тем, кто кому отдал зарплату, не отдал, кто кого там... Да. У кого какие квоты. Мы должны сейчас говорить сегодня. Это эволюция... То, что происходит сейчас с человечеством, с нами, с мужиками и женщинами. Что это? Эволюция дальнейшая или инволюция? Что сейчас происходит с людьми? Усовершенствования или перерождения? Самосохранение или вырождение? Существуют две разные точки зрения на этот процесс. Я представляю как раз более... Ну, в силу того, что я смотрю, что делается, и в силу того, что мне скоро 60, да, я смотрю на это дело несколько катастрофически. К чему происходит? На... Вот, серьезно. Расскажу такой пример, который меня потряс. У меня была хорошая ночь с субботы на воскресенье на Масленицу. Ко мне пришел крестный сын с женой и с двумя подругами. И мы о чем-то заспорили. Они говорят, Скачко, тебе хорошо, у тебя был секс. А у нас ни у кого не было. Я говорю, боже мой, вы же молодые. Как же вы будете, естественно, отбирать чего-то? Я уже на всех не напасусь. Я старый бабник ушедший, я вам всем уже это говорю. Дальше. Естественно, что происходит сейчас в этом мире? Чтобы было на ком-то экспериментировать, чьи-то права защищать, за что-то гендерные равенства бороться, нужно для того, чтобы были эти люди. На ком? На ком. А вот были эти самые люди. И чтобы они носили ярко выраженные а. мужские, б. женские. Или наоборот, а. женские, б. мужские черты и характеры. Чтобы не было взаимной диффузии и перетекания одних качеств в другие. Как происходил? Существует естественный отбор и существует селекция. Это два разных процесса. Естественный отбор. Это когда все происходит естественным путем. Естественный отбор. Он причина адаптации и следующего. И существует селекция. Это целенаправленный отбор. Для человечества иногда экспериментировал. Разные люди иногда экспериментировали с селекцией. Для людей даже и наука такая была. Евгеника она называлась. В спарте практиковали всех нежизнеспособных. Идти летели, выбрасывали со скалы. И появлялись такие чистые арийцы, как Тягнебок и Фарион. Методом. Это то, что, кстати, селекцию предлагают именно эти особи, сидящие в своем вольере определенным шепентаретом Верховного Совета. Следующий способ был... То же самое было при Гитлере. Он слишком буквально воспринял Евгенику как науку. И приказал перестрелять всех душевнобольных. Всех людей с разными болезнями. И начал проводить... В курсе дела у него были целые эти фабрики. Куда отбирали чистых арийек. Куда привозили на отдых. В силу того, что шла естественная убыль мужиков. В битвах, да. Туда привозили высоких, красивых для осеменения эсэсовцев. И они там делали детей. Следующим путем этой Евгеники был отбор фольксдойче. Который когда отбирали всех детей, рожденных от немецких солдат в разных странах. К сожалению, тысячелетний рейх продлился всего, к счастью, 13 лет. И мы не смогли пронаблюдать результаты селекции. Часов впереди. Ну, судя по всему, да. Но я говорю сейчас не об этом. Естественный отбор в среде человеческой происходил, естественно, от матриархата к патриархату и к нынешнему состоянию, которое длится, в котором мы живем. И я хочу в естественном отборе, поскольку мы люди мыслящие, мы можем осмысленно подходить к тем процессам, в которых мы участвуем. Я хотел бы сказать, что в естественном отборе в среде людей существуют все аспекты. Экономический, политический, нравственный, психологический, социальный и даже медицинский. Все эти аспекты так или иначе влияют на человека. И влияют по-разному в зависимости от развития так называемых материальных средств производства. Ну то есть, грубо говоря, если была медицина, естественный отбор шел, слабая медицина, шел он быстрее. Стала медицина лучше, естественный отбор как таковой прекратился на данном этапе. Определенный вид антибиотика, начиная от пенициллина и так далее, затормаживает естественный отбор и отбраковку людей, которые так или иначе не жизнеспособны без чужой помощи. Это звучит жестоко, но это в принципе так. Что случилось, почему матриархат сменился патриархатом? Да не потому, что по большому счету, ну я не знаю, боженько так сказал. Совсем не потому, изменились условия, в которых жили люди. Людей становилось все больше и больше, животных, которых они могли прокормить их собирательством, земным кормом, который могла собирать женщина, которая более терпеливая, становилось все меньше. Появился мужчина, человек-охотник, охотник-добытчик. Он начал приносить больше еды, он стал главным. Потом начались войны за территорию и за животных. У мужика появилась другая функция, воин-защитник. И медленно, но уверенно, он так и завоевал то место, которым он сейчас по ошибке или не по ошибке, это тоже опять-таки спорный дискуссивный вопрос, занимает до сих пор. Я считаю, что тут я согласен с Антоном, что это не бесспорное утверждение, что мужчина это лидер. Женщина предположена к лидерству тем, что она рожает детей, она продолжает. Она являет себя хранительницей и передаточным средством того генетического кода, из-за которого появляются новые люди и несут в себе как все позитивы, так и негативы. Но, я еще раз говорю, сложилось так, как сложилось сегодня. Что происходит сейчас? По большому счету, время ускорилось. Время ускорилось и сейчас никто не понимает кто. И спутались функции, спутались задачи, спутались механизмы, спутались целеполагания, спутались исполнители, кто что должен делать. Если раньше, как определялся в очень самой сильной в человеческой стадии? Он должен обладать лбом, который бы выдерживал дубинку, да, мышцами. И он становился лидером. И только такие люди продолжали, они стали жизнеспособными, шли дальше, вперед, вели за собой. По мере того, как в мозгу там появлялись какие-то знания, к естественной силе физической добавлялись какие-то хитрость, коварство, ловкость, смекалка, которые позволяли людям занимать главенствующие положения. Потом появилась подлость и всякое остальное. К силе добавлялись естественные ненормальные, уже то, что мы сейчас называем нечеловеческими, потому что мы живем в этических каких-то нормах, воспитаны частично религией, стихийные православные, мусульмане, там, иудеи и всякое прочее. Понимаете, вот эти люди выживали. Сейчас зачем нужно это современному мужчине? Изменилась функция. И поэтому к мужчине перестали предъявлять традиционные запросы выполнять те функции, которые он выполнял на протяжении, ну, возьмем, на протяжении последних двух тысяч лет. Хорошо это или плохо, я не знаю, не мне судить. Мне кажется плохо, потому что я мужик. Я смотрю на это со своей расовой мужской точки шовинизма. Мужик должен быть мужиком. Женщина смотрит на это, что женщина должна быть женщиной. К чему это ведет? Мужчина, правильно было сказано Антоном, он более посилен. Если у него есть возможность ничего не делать, он этим и занимается. Если есть возможность ничего не делать и знать, что женщина сейчас пошла и на трех работать или на четырех, или она принесет ему покушать, он будет лежать на диване и говорить, а вдруг война, а я уставший. Он будет помнить о своих функциях, которые у него были две тысячи лет назад. Мужчина, мужчина, пути заступали врагу. Какому врагу? Где этот враг? Как его увидеть с таким животом, как у меня? Нет, вы понимаете в чем дело? И поэтому происходит дальше. Все говорят, почему я говорю, что сейчас происходит определенная инволюция, перерождение, ведущая собственно к вырождению. Это говорю не я, это говорят ученые, которые так или иначе занимаются изучением процессов, которые происходят в человечестве. Вот, например, они напирают с одной стороны на социальное, с другой стороны на медицинский аспект. Медицинский, я уже вам говорил, о нем говорить, он звучит всегда цинично и очень бесчеловечно. Но я повторяю, уровень медицины фактически наводнил человеческую популяцию теми людьми, которые в естественных условиях, в условиях, которые определила им природа, они бы не выжили. Если раньше обыкновенная русская, английская, французская и любая другая семья рожала 18 детей, из них выживало 9, 8, 7, то это выживали те люди, которые могли побороться за свое место в жизни. Иногда у них это получалось, иногда у них это не получалось. Но это были люди, которые так или иначе приспособлены ко всем жизненным обстоятельствам. От непогоды до болезней. Сейчас выживают все. Поэтому есть такой Андрей Тюняев, он в Академии, по-моему, гуманитарных наук в России. Он считает, что метизация человечества, переплетение рас плюс здоровых людей со спасенными, ведет к тому, что идет не естественный отбор от худшего к лучшему, от жизнеспособного к более жизнеспособному, а идет накопление негативного материала генного, который приводит, дает людей, которые не способны к самовоспроизведению. Их становится огромное количество. По данным тех ученых, которые занимаются, их 15%. Люди, они есть, но воспроизводить в себе подобных они не могут. Мне показалось интересно посмотреть на эту тему с точки зрения успеха. Потому что, если говорить, скажем, об отборе в смысле социальной реализации некой, то каких-то людей мы считаем успешными, каких-то нет. Иногда это связано с социальным статусом и деньгами, иногда нет. И в качестве модели, вот опять же, сложно брать Украину в этом смысле по целой куче причин. Потому что у нас сейчас есть, скажем, люди, которые активно занимаются меценастом и инвестициями в сферу образования и новых технологий, но это не открытая информация. До сих пор ее не публикуют прессы. Эти люди не появляются на обложках журналах. И очень сложно этим гордиться, когда ты практически ничего об этом не знаешь. Поэтому, опять, в качестве модели я взяла любопытный очень список американского журнала Time. Вот мы видим сейчас обложку с Эйнштейна. И, собственно, я взяла список Time 100. Он был опубликован в 99-м году. Список самых выдающихся личностей XX века. Они отбирают, ну, есть специальная комиссия, и эти персоны, они делятся на пять категорий. Вот лидеры и революционеры, строители и магнаты, знаменитости в мире искусства и развлечений, ученые и мыслители, герои и кумиры. Эйнштейн был назван журналом Time персоной XX века. Ну, аргументация, наверное, бессмысленно в этом случае. Это и так очевидно. Я взяла, скажем, категорию знаменитости в мире искусства и развлечений, потому что, ну, скажем, это понятно с точки зрения любого человека область, когда человек, занимаясь собственной реализацией, в общем-то, занимается отчасти служением другим, ну, другим людям, да, как бы. И вот интересно, кто попал в этот список, и я потом... Мне показалась интересна, как бы, личная история каждого из них, и вопреки чему или благодаря чему конкретно этот человек стал известным, успешным и остался в истории, потому что многих людей уже нет. Ну, вот смотрим этот список, да. Вот, кстати, порядок не имеет значения в смысле значимости, они в данном случае равнозначны. Это Луи Армстронг. Сейчас, секундочку. Это актриса комедийная Люсиль Бо. Ну, здесь есть и американцы, и не американцы, это Битлз. Ну, кстати, в этот список не попал Элвис Пресли, и он вызвал много нареканий, аргументация была следующая, что Пресли не занимался собственным сочинительством, а Битлз очень активно писали собственные тексты и музыку, поэтому Битлз и не Пресли. Марлон Брандо, Коко Шанель. Я недавно проводила свой мастер-класс об истории моды, и мне задали вопрос, интересный, кстати, вот о принадлежности, да, вот как я считаю, Марлина Дитрих, она американская актриса или немецкая, великая при этом? Ну, я ответила, что я думаю, что США считают ее великой американской актрисой, а Германия, безусловно, собственной великой немецкой, по простой причине, что и то, и другое государство, ну, в общем-то, проявляются признаки, ну, как бы, империи и тирании, а тирания присваивает себе то, что ей нравится, практически не спрашивая, поэтому... Смотрим дальше. Чарли Чаплин. Это Ле Корбюзье, архитектор. Это Боб Дилан. Это писатель Томас Эллиот. Певица Ретта Фрамплин. Ну, кого-то мы знаем, кого-то нет. Это хореограф Марта Грэхим. Это создатель, вот, Маппет Шоу, собственно, этого образа лягушки Джим Хэнсон. Это писатель Джеймс Джойс, автор Улиса и так далее. Да. Кассо. Это Ричард Роджерс слева и Оскар Хаммерстайн второй. Эти люди занимались мюзиклами. Вард Симпсон вошел в этот список. Значит, на вопрос, почему. Ну, потому что оказал колоссальное влияние на 20-й век и не на одно поколение. Фрэнк Синатра, Стивен Спилберг, Игорь Стравинский и Опра Уинтри. Вот, интересно еще следующее. Что, в принципе, с 94-го года «Тайм» публикует список вот, ну, вот, в подобных категориях. И Опра Уинтри была единственной девятикратной избранницей в списках такой категории, обойдя при этом Барака Обаму, Хиллари Клинтон, Стива Джобса, Билла Клинтона и многих других уважаемых людей. О чем я подумала, когда посмотрела на этот список? Ну, и почему вообще кто-то становится успешным, а кто-то остается, ну, как бы, не увиденным, не услышанным и забытым? Когда Битлз... Я просто приведу какие-то факты и, ну, озвучу, к какому выводу пришла я в конечном счете и почему для меня лично это важно как наблюдение, потому что я сама так занимаюсь реализацией, никогда об этом не думала, может быть, это будет кому-то еще полезно как иллюстрация. Когда Битлз начали заниматься, начали играть, ну, по сути, ни у кого из них фактически не было музыкального образования, только у Маккарти немножко умел играть на гитаре, а Джон Лилан играл на гитаре, как на банджо, трогая только четыре струны. И в целом это была просто инициатива подростков, школьной группы, которые просто хотели этим заниматься. На то время в Великобритании было порядка пяти тысяч групп, которые, ну, вот, играли там в подобном новом рождающемся стиле. И вот любопытен результат. Когда iTunes пытались оценить стоимость музыкального наследия Битлз, эта цифра звучит как 400 миллионов долларов. Песня «Естеды» была исполнена в 20 веке больше семи миллиона раз. И хороший вопрос, почему именно Битлз стали той группой, которые остались в истории. Дело в том, что, мне кажется, что ключевой вещью вообще в успехе как таковом является верность себе. Почему? Потому что, если ты… Это очень пафосно звучит, но, мне кажется, это ключевая штука абсолютно и в духовном развитии, и в том, как это реализуется в социуме. Потому что, если ты верен себе, ты не прекратишь пытаться предпринимать попытки никогда, тебя ничего не остановит. Ты будешь пытаться это делать еще и еще раз. Так вот, в случае с Битлз, и в конечном счете самое интересное, что твои усилия приведут к некому продукту, но чаще всего, который окажется полезным и другим людям, причем очень большому количеству людей. Ну, в данном случае, там, практически половине мира, да, если бы все равно. Так вот, Битлз играли сначала за еду, потом у них появился продюсер, и они дали в Гамбурге, в одном из клубов, концертов. Они наиграли в сумме порядка 500 или 800 часов. И в конечном счете, то есть каждый день они выступали по 8 часов. И в конечном счете это сделало их профессионалами, хотя, когда были попытки предприняты, то есть обратиться в другие студии, они получили очень много отказа, но у них был упорный очень продюсер, он не прекращал эти попытки, он очень в них верил. В конце концов, был первый контракт, были гастроли в Америке, после которых они стали теми звездами, вот как бы, которых заговорили все. Я хотела бы еще вспомнить, вот, хотя ее нет в этом списке, о прекрасной Ленире Финштайне. Ну, я надеюсь, все слышали это имя. Для тех, кто, возможно, нет по каким-то причинам, я скажу, что ты величайший режиссер в истории мирового кинематографа, автора двух великолепных фильмов «Триумф воли» и «Олимпия». «Триумф воли» — это фильм, сделанный по заказу, не помню, как это министерство называлось, Геврина. Да. Пропагандная информация. О съезде в Нюрнберге. Интересно, что вот на сейчас, я была удивлена, этот фильм запрещен показу в Германии без специального сопровождения, ну, то есть без человека, который корректно это будет комментировать. «Олимпия» — это фильм, который снимался в Олимпийских играх в Берлине. Для съемок «Олимпии» у нее была съемочная группа, 170 человек и 35 операторов. И все, что она сделала, занимаясь съемками этого фильма, это придумала совершенно новые ходы для того, то есть она закапывала камеры в песок, она использовала замедленную съемку для того, чтобы показать прыжки в воду и многое другое. Меня она поражает, то есть в конечном счете ее фильмы имели такое колоссальное воздействие, что, конечно, после войны ее обвинили в пропаганде. Но обвинений было много, и судебные процессы не единожды. Что делает женщина, которая, ну, мне кажется, она осознавала, что она создала великий продукт в своей сфере. Ну, кстати говоря, любопытно, что она занималась танцами, вопреки желания родителей. То есть вот что придает человек, который хочет что-то делать настойчиво и целеустремленно. Она снималась в кино как актриса задолго до съемок этих двух фильмов. После перелома «Мениска» она занялась скалолазанием и снималась в кино как актриса без страховки. После обвинений и оправдательных всяких штук она уезжает в Африку и становится первым человеком, который фотографирует нубийцев. И, кстати говоря, ее фотографии, опубликованные практически во многих мировых серьезных журналах, National Geographic и других, они побудили, стали стимулом к тому, что ученые обратили внимание, культурологи вообще не только на нубийские племена внимания, но и в целом на Африку. Дальше тоже интересно. В возрасте 71 года она решает получить свидетельство, ну вот, как называется, давилайзер. И для того, чтобы его получить, она обманывает инструктора, что ей намного меньше лет, получает ему 71 год и продолжает заниматься фотографией уже подводной. Она умерла в возрасте 102 лет, по-моему, когда я была 100 лет, она все еще давала пресс-конференцию в Москве. Ну и для меня это пример колоссальной верности себе и, как бы, в итоге мы имеем наследие линии Рифеншталь и совершенно блестящие фильмы и фотографии. Еще один человек, о котором бы я хотела вспомнить в связи с этой темой, это Альберт Швейцер. Удивительный совершенно человек. Он является автором нескольких книг по музыкальной истории и теории музыки. Он философ. И для меня удивительно то, что в какой-то момент он решает получить степень медицинскую, медицинское образование и после этого совершенно неожиданно едет в Африку. Там строит больницу, очень трудно там работает, возвращается в Германию, продолжает работать. А, и, кстати, он был неплохим музыкантом, он играл на органе. Вот эта многогранность одного и того же человека, она не может, как бы, не завораживать. Он вернулся в Африку еще раз, достроил эту больницу. Она существует до сих пор. Его вклад в историю нескольких направлений в данном случае. Я просто сейчас уже... Понимаете, мне кажется, что вообще сравнивать можно какие-то одинаковые вещи. Мы никогда не знаем, ну, вот кто... Возможно, эта больница в Африке гораздо ценнее, чем его труды по теории музыканты. Это невозможно сравнить. И еще один человек, который был таким же... Но мы сравниваем, да? Ну... По-любому нам приходится, да? Ну, я не знаю, если одна жизнь настолько же... Ну, если одна жизнь бесценна, а он спас многих, то эта больница, это колоссально, да, что он сделал. Возможно, на кого-то так сильно повлияла его игра на органе или его книга по... Ну, это все... Об этом можно рассуждать, но, наверное, эта больница очень ценна. Еще один человек, о котором я почему-то вспомнила, вот... Это Хельмут Ньютон, величайший фотограф 20-21 века. Вот мы привыкли его воспринимать, ну, наверняка все видели фотографии, может быть, кто-то первый раз видит. Это автопортрет, ну, явно прикалывается, он в туфлях на каблуке. У него была жена, он не гей, как бы, туфли просто в качестве шутки. Оговорюсь. Ну, да, потому что... У него всякие жены. Я не буду это комментировать. Ну, для меня просто лично сексуальная ориентация, это закрыто в плане выбора, я уважаю, если это никому не приносит вреда, мне кажется, что частная жизнь неприкосновенная, и поэтому я не буду комментировать. Ньютон. Умер он действительно, ну, как бы, успешным, богатым, счастливым, хотя, ну, я надеюсь, погиб в аварии автомобильной. Но мало кто знает, что первая его персональная выставка была только тогда, когда ему исполнилось уже 55 лет, и фотографирует он чуть ли не с 23. Так вот, интересно, что все это время он пытался угодить глянцевым журналам, да, и страшно мучился, что у него ничего не получается. Мучилась вместе с ним и его жена, что он не был успешен, ну, в смысле денег, это так прямо. Вот. А он настойчиво не хотел подстраиваться ни под кого бы то ни было. И, ну, великое счастье, что грохнула, вернее, произошла сексуальная революция в 60-х, и все, что он снимал, вдруг оказалось удивительно востребуемым. Но, ну, словом, человек 55 лет работал, ну, там, не знаю, 30, да, в своем стиле, не обращая ни на кого внимания, ни на что, ни на упреки, ни на комментарии, возможно, жертва личным счастьем, но он в конечном счете сделал то, ради чего он, наверное, ожил. Словом, заканчиваю это краткое слайд-шоу, скажу следующее, что, на мой взгляд, вот только вот верность себе является мощнейшим параметром для достижения успеха и, возможно, востребованности, раз уж мы на естественном отворе. Я все думал, как обозначить вот тему относительно того, что вся эволюция, она строится и направляется все-таки чьей-то волей, нервом, да, и очень хорошо красиво, как сказала об этом Наташа. Вот, таким образом, когда прозвучала фраза посетительного, что у Бога не человеческое сердце, я могу сказать, что наоборот, у Бога как раз человеческое сердце, потому что Бог большой и весельчак. И заметьте, насколько часто мы с вами смеялись, когда видим, как кто-то неловко падает. То есть человек ударяется, как бы не очень, как бы приятно ему, но почему-то со стороны, когда смотришь, какой-то хохоток внутренний поднимается. Я не знаю, откуда такая реакция. И наблюдая это, я за собой так и не смог понять, откуда такое проявляется, но то, что такое у 95% людей есть, это точно. Вот, поэтому, ну, Бог создает условия, вот, одновременно, как бы, давая нам возможность в этих условиях как-то развиваться, меняться. И очень хорошо, что мы все разные. И еще я хочу сказать, что все присутствующие результаты очень длительной эволюции. Заметьте, каждый из вас, каждый, 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 результат очень длительной. Да, тысячи, тысячи поколений, миллионы других жизней не выжили, погибли и не остались там, где были ваши предки, мои предки. Да, и именно благодаря этой силе, генома, который заложен в нас, мы сейчас можем все здесь присутствовать. Буквально пару фраз, собственно, может, с продолжения даже того, что я говорила, после Владимира, в общем, про естественного отбора в Украине на сегодняшний день. Я считаю, что настолько динамично общество, и настолько мы бежим, ну, просто такая уже скорость, в принципе, что без женского влияния, без женского удержания, то есть то, о чем я говорила, вопрос не в том, что мужчина куда-то идет вперед, женщина стоит на месте, нет, на сегодняшний день как раз удержание, ну, такая, охват и забота о чем-то, это и есть эволюция, то есть это то, что мы можем вообще удержать, ну, как хранительница этого геноконда, стабильных генов, ну, того, что природа для себя сохраняет. Ну, и сейчас вопрос не преобразовывать все время лучше, ну, новое-новое, вопрос сделать лучше и как-то до ума довести то, что есть. Меня во всем этом разговоре сегодняшнем уделяет одна такая простая вещь. Я как художник, меня не интересует материальный мир, я смотрю на солнце, на небо, вверх, что там, что я, что мир, что я вижу и что я понимаю, что я вижу. Самое главное научиться видеть, рассказать, что ты видишь, а что будет и позже, что ты видишь. Во всем сегодняшнем разговоре поражательное искусство ни одного слова не обусажена паралюбовь. Все говорят про женщину. Мы вас ждали, мы ждали вас. Женщина – это единственное существо, которое у мужчины вызовет такое чувство любви и восторг ко всему миру, которое не вызовет больше вообще ничего. Самое удивительное, что человек, когда рождается, первое, что он должен научиться, это любить самого себя. Если ты не полюбишь себя и не знаешь, что такое любовь, как ты будешь любить любовь, что это такое? Мы все живем, вот перед нами мир. Сейчас обратитесь, что это чашка, что это стол, что это стул, что это там Вова, Коля, Пеня. Мы все знаем термины, но что, где, среди чего мы живем, мы не знаем. Теперь, что поражает у художника женщину, какие чувства вызывают. Все женщины пытаются одеться, сделать красоту, все это. Но самое главное, что есть в женщине, что просто крышу смотрят, это звучание женщины в обществе. Понимаете? Если женщина звучит, то рядом, что бы ты ни делала, от Диора, от того, чем бы ты ни накрасилась, все это от стол. А вот звучание женщины, это самое ценное для мужчины. Ну то это социальная условность. Мы ничего общего с реальным миром не имеем. Мы вот сделали искусственные отношения, мы сделали технологии, мы сделали просто среду, где мы не можем существовать. У нас идет гонка за количеством и массой денег. Куда мы несемся? К чему? Было написано в произведении одного американца, остановитесь тем, я хочу с этой гонкой уже крышу сносить. Раз. Где этот предел? Самое ценное в этих всех отношениях между мужчиной и женщиной, это найти абсолютно по резонансовому звучанию в этом мире, который тебя дополнил, и вдвоем можно такое сделать, а ты признан или не признан, роль это не играет, потому что ты уже звучишь. А когда появляется личность, а появляется она, ну потому, что возникает социальный заказ. Люди устали от тупости, от безобразия, все ищут, чтобы было, бах, появляются пушки, бах, появляются битлз. Это социальный заказ, это не просто на голом месте. И вот это звучание всех сдвигает с места и поднимает на новый уровень. И поэтому тут нет вопроса развития общества. Тут есть или как бы восторг восприятия мира, или все гаснут. Все погасли, типа, что делать, что делать, что делать. Ну что, может, уже го, теперь что еще изменить, чтобы душа запела. И денег много, и острова купили. А состояние души, тоска зеленая, хоть умеет. Понимаете? Так вот, я хочу сказать, что самое прекрасное, что есть в женщине, когда мы в женском клубе, это женщина, которая вызывает чувство любви и восторга. Потому что это сразу закрывает все. Бардак, грязь, ты не нахомишь, не оскорбишь, ты не придешь. Мало того, я хочу сказать, что женщине очень жалко, что в нашем обществе пропал институт женщин. Как только появится институт женщины, появится институт мужчины. Я, безусловно, не специалист в данном вопросе, но свою точку зрения, безусловно, я выражу. Я считаю, что все-таки естественный отбор на сегодняшний момент это выработка нового формата, вот неоформата, человеческого общества в правовой оболочке. Как ни крути, мы все равно живем в правом поле, государство. Это правовая оболочка. Естественный отбор естественным отбором. Женщины, мужчины непринципиально. Я считаю, что все-таки это выработка нового формата в новом облике. Какие мы принципы туда заложим, это уже совершенно другая тема для разговора. Но я думаю, что это все-таки выработка нового формата человеческих отношений именно в правовой оболочке. Ира, Света. Света, Ира. Я готова. Не то, что готова. Мне очень твое резюме понравилось всех докладов. Готова подписаться под каждым словом. Я абсолютно согласна со Светой насчет того, что нужно быть верным самому себе. И поэтому не нужно изобретать велосипед. Нужно просто, если дал тебе, опять же, не знаю, как назвать, скажем, Всевышнюю энергию, это преступление перед естественной твоей натурой не реализовать это все. Поэтому нужно себя реализовывать. И желательно в мирных... Мирными путями. Мирными путями. Кому-то рисовать, кому-то детей рожать, кому-то в космос лететь. Вот вы, Владимир, по отношению к Светой нам докладу спросили, а почему вы не указали, что вам для реализации себя нужно сформулировать, что мужчина должен помогать женщине. Дело в том, что... Вот я про Свету, про себя могу сказать. Мы делаем то, что мы не можем не делать. Есть мужчина, нет мужчины. Мы все равно, если есть энергия в нас, мы ее реализовываем, но каждый по-своему. Я, например, не творческий человек, но я работаю только с творческими людьми. И то, чем живет Света, для меня... Я могу к этому прикоснуться, но ее ходы и ее ощущения мне малопонятны, потому что я по-другому страны. Я менеджер по натуре, я управленец. Вот, поэтому ей мужчина, ну, потому что вы к ней обращались, нужен просто для того, чтобы ее дополнить, и чтобы ее мир, может быть, другими красками заиграл. А она делает то, что она не может не делать, и она самодостаточна, а мужчина нужен ей для красоты и праздника, мне так кажется. Лена... Света согласилась? Она сказала спасибо, дорогая. Это слишком интимная тема. Ответа не требует. Это да. Лена Кизелевич. Это именно это. Елена Кизелевич, журналист. Мне очень понравилась реплика Елены по поводу многообразия. В эпоху Возрождения был такой принцип варьетап. Единство в многообразии. И это ценилось больше всего. И, наверное, именно поэтому Леонардо был не только художником, но и можно перечислять долго. Там и архитектором, и математиком, и чем он только не занимался. То есть вот этот принцип варьетап в естественном отборе, мне кажется, может быть, ну, он и есть, пожалуй, основополагающий. Ну, и как бы немножко приземлю эту мысль по поводу естественного отбора и нашего государства, страны, Украину. Мне кажется, что у нас немножко неестественный этот отбор в смысле социальных сфер. Ну, а что касается личностей, отдельных личностей, ну, никто, никакому художнику не может заломать руки, там, запретить, там, это рисует, это не рисует. Это все, тоже, как правильно Наташа сказала, это все 90%, которые там внутри. Не могу особенно, так сказать, сказать умные какие-то вещи по этому поводу. Но я вообще не понимаю, что это такое, естественный отбор, или неестественный. Я знаю, что есть какие-то отношения между мужчиной и женщиной. Я знаю, что мужчина должен быть рыцарем. Как это повелось с самого начала. Защищать женщину. Женщина должна обеспечивать ему тыл, а чак не должна. Это плохое слово «должна». это все должно происходить естественностью от любви. Только есть любовь, есть любленность. Любовь рождается где? Кто мне скажет? В работе. В браке. В браке. А это все, что нас вдохновляет, это все влюбленности. Вот та любовь, когда уже прошли Крым, Рим и медные трубы, вот это уже любовь. Чего многие не понимают и вступая в брак, считают, что они очень любят друг друга, а потом все распадается. И еще одно. У женщины, ну что мне скажут, сколько у мужчин воспаляется процентов головного мозга, рецепторов, когда он ссорится с женщиной? Сказали у вас троих. Все. Мы не слегали. 25. А сколько у женщин? 90-90. Что? Поэтому мужчина всегда это учитывает. Ну женщина тоже. И не тратит нас. И до чего успокоится, нам потом будет крайне трудно. Потому что здесь, ну вот известно, что, допустим, гроссмейстер-женщина, это, ну, не дотягивает до гроссмейстера-мужчин. Ну не правда, украинская сборная в этот педагог получила У них даже и турниры были на отключениях. слово украинское. Украинское. Нет, есть исключительные... Ну можно еще два слова? Да, да, да. Позвольте, все-таки закончить, он же вас не перевернул. А при Дашвиле, я как мастер спорта его говорю больше. Поэтому не дотягивает. Почему? Ну так Бог создал женщину. Ну я здесь... Правильно вы сказали, потому что возбуждает сто процентов эмоционального в этом клубе, так сказать, это здорово. Вот этого фона, мозг переключается. Да, поэтому мужчина должен это учитывать, женщина должна учитывать слабости и хорошие стороны мужчин. Я вообще не понимаю, при чем здесь естественный отбор. Человек должен оставаться человеком. Женщина должна быть женщиной-человеком, мужчина должен быть мужчиной-человеком. Они должны... У них есть... Куджава, совесть, благородство и достоинство, вот оно, святое наше воинство. Бог, семья, работа. Вот это приоритеты, которые должны, на мой взгляд, превалировать в обществе. Когда мы в любом обществе, сколько бы там не было извращений, будем держаться этим приоритетом, стараться, всем людям держать. Тогда мы не будем говорить о каких-то естественных отборах, каких-то... привлекать теории эволюции, еще чего-нибудь и так далее, и так далее. Спасибо организаторам. Узнал пару изящных отмазок, почему я лежу на диване. Понял, что только женщина может справиться с этим. А вот, насчет естественного отбора, ну что за естественный отбор? Это у правительства естественный отбор денег у населения. У нас, наверное, другой должен стоять вопрос о реализации собственных талантов, да, и, наверное, чтобы победить в естественном отборе в условиях нашей суровой действительности, да, нам нужно соблюдать две вещи, такой некий баланс между адаптативностью, да, и верностью себе. То есть не изменять ни там, ни там. Ну и, собственно говоря, наверное, каждый из нас здесь присутствующих свой основной естественный отбор, хотя первый этап уже прошел, да, ну, потому что каждый из нас опередил одного из сто миллионов таких же, как мы, мы появились на свет уже отобрали. Ира. Ира, да. Это такое было. Я сейчас начинаю так по-трошки відсовуватись от Володимира, а ты сейчас приймешь за Галичину, думаю, что украинское. Вот, я сьогодні, можливо, я неправильно розумію, что такое селекция, можливо, что такое природное, естественно, так, но все, что сьогодні звучало, мне звучало в таком понимании, как мы домовились, люди прийшли до понимания, люди створили, люди сформировали, и так далее. То есть то, что мне никак не... я не воспринимаю его как природное, а то, что природное и то, что я асоціюю с самым пониманием темы сьогоднішнего естественный отбор, это было то, что я сазначила Наташа. То, что мы бачим, как оно есть, как раз такая точка мне асоціюется очень классно. Ну, первинный така... Что первинный? Первинный мой пункт понимания, что такое естественный отбор. Принаймні, после сегодняшнего обговорения. Принаймні, то, что мне кажется наиболее. А далее, уже по нарастающей, и наступный пункт для меня став найважливейший это тема спадка, наследие, яка выравнивает и человек, и женщина, и как раз заставит быть верным в себе. Бо, первое за все, ты выбираешь, либо то тоже, и природное, или не природное, либо и дано, но вместе с тем и ты сам выбираешь. И вместе с тем ты этому противостоять не можешь, потому что даже как вы сказали, Ира, что... Она это делает, потому что она не может не делать это. И даже есть такое утверждение, я не помню, что это даже великий грех не делать то, что тебе дано Богом и до чего тебе покликано. И поэтому я просто хочу сказать, что тут вот эта початковая точка розумения, естественного отбора, в меня прийшла до сприйняття того, что мы все равны в верности собе, в пошуку своего осього спадка. Кому он же будет важливым, кого он там же затронует, скольких людей, то уже не важливо. Но ты идешь до этого сам, будь ты человеком и женщиной. И еще, чтобы коротко, я ввела принципы, как человекам встать из дивана. Ты так полностью слухающий псих записала танцы. Не приносите ему пиво. Пудьте верными себе в естественном отборе идей. Я что хотел бы сказать несколько витиевато и заумно, но как бы так. Я очень сильно согласен с Рыдарином с Сергеем Васильевичем Кочкиным, что у нас есть искусственный мир и реальный мир, которые между собой не имеют ничего в общем. Если в реальном мире, который я сильно надеюсь, что через дары не прав и создал нас все-таки Господь Бог, если в этом реальном мире существуют люди, мужчины и женщины, понимаете, то в искусственном мире существуют физические особи, элементы техносферы и объекты купли-продажи. И сегодня, к сожалению, искусственный мир побеждает. Реально. И вот эти ипостаси, в которых нет различия, женщины, ты, мужчины, это и объекты купли-продажи или нет, это и элементы техносферы. В индивидуальном мире можно даже пол поменять. Абсолютно. Это не имеет никакого значения. Искусственный мир побеждает. И вот сегодня, вот все эти декларации, о которых мы сегодня говорили, да, вот, и если возвращаться к вопросам права, то в правовом смысле слова невозможно дать правовое определение, что такое мужчина, что такое женщина, что такое... Да. И вот очень скоро боюсь, я как пессимист скажу, вот как пессимист, что нам, к сожалению, скоро придется очень сильно доказывать, что мы не элементы техносферы, что мы не объекты купли-продажи, и мы не физические особи. Сначала нам придется доказать, что мы мужчины, являемся мужчинами и женщиной, а потом наветь больше. Как только речь украинской мовы, нам придется довести, что мы е людинаю. Понимаете? Вот все придется довести. Кому? Себе. Для начала. Прежде всего. Самому себе. Вот на этом как бы я. Читайте, Василий. Александр. Ну, наконец-то очередь уже дошла. Очень тоже понравилась сегодняшняя дискуссия. Я сразу буду апеллировать и поддерживать мнение многих выступающих, потому что находила для себя много интересных, ну, идей, которые находили отклик в моем мировоззрении, в моем мировоззрении, в моем мировоззрении, в моем мировоззрении и понимании. Сначала соглашусь первично с Антоном. Я за то, что не надо рассматривать проблему противостояния мужского и женского. Действительно, залог успеха только в гармонии и в каком-то общем деле. Каждый по-своему, но что-то одно. То есть, должен быть партнерские отношения. Я соглашусь с Владимиром в тезисе, что для меня тоже естественный отбор это в первую очередь выбор. Все равно личностный. То есть, индивидуальный вот этот подход, он для меня близок. И я считаю, что действительно очень важно в этой жизни тот выбор, который делает человек. У каждого он свой. Кому-то нужна семья, кому-то не нужна. У кого-то первичная задача самореализация. Ну, это все, действительно, это выбор, наш выбор, который мы делаем. Мы выбираем людей, с которыми мы вместе, или наоборот, выбираем себе одиночество. То есть, это вот этот вот выбор твой внутренний. И главное его, не забыть его сделать. Потому что очень многие люди живут в таком каком-то омебном состоянии, в этом бульоне. Их вообще не волнуется. У них нет посыла, позыва делать выбор. Им оно не... Ну, как бы, а зачем? На диване тоже хорошо, это мой выбор. Я хочу сказать, что же поддерживаю Владимира в том, что нужно искать себе человека, ну, если бы мы так вот рассмотрим, хотя бы с которым ты смотришь в одну сторону партнера. Потому что, когда действительно нет точек соприкосновения, да, вот с сантехником, уже так он пошел, что очень сложно, потому что это состояние влюбленности, о котором мы говорили, оно отходит, а действительно, чтобы люди могли взаимодействовать в дальнейшем, нужны какие-то точки соприкосновения. Они появляются недаром еще, тоже вот, вспомним, в Григория Савычевского роду, он говорил, что «Паруй ты сякин с конема вил с волем». То есть, ну, хотя бы должны быть похожие взгляды у людей, ну, чисто так, ну, в глобальном. Да я-то знал, я просто не думал, что это вот Терехин или Ашко-коров. Вон откуда, сковородинцы. А вот, Владимир, слишком много такого рода заявлений, как бы намекают. Я хочу поддержать, допустим, Сергей говорил о принципах. Я за то, что действительно нужен внутренний, очень сильный стержень человеку, тогда он не будет менять себе, своему. То есть, вот у нас дезориентация, да, вот у очень многих людей, то есть, этот стержень, он утрачен. И я за то, чтобы стержень развивать в себе, обязательно за саморазвитие. Еще такой момент касательно того, что говорила Елена, о таких, скажем, популярных идеях, почему та или иная идея находит отклик в обществе. мое, опять личное, я еще все-таки склоняюсь к генератору случайных чисел, потому что и военга, и танцующие пони, и гангам стайл, как по мне, появляются совершенно, ну, случайным образом, та или иная идея находит отклик. И вот, есть прекрасный анекдот про Титаник, когда, говорит, на Титанике все были здоровы, нужна вот удача, да, какой-то вот момент, который должен тебе дать подспорье. Есть огромное количество талантливых людей, нереализованных, неуспешных, скажем так, не, ну, их не знают, да, то есть, это не значит, что они менее гениальны, или их, просто потому что там, идея, время для их идеи еще не пришло. Я о том, что, да, действительно, самое главное, это делать качественно продукт, профессионально. Ну, вот, согласно той энергии, которая к тебе приходит, это просто дело, ты умеешь делать, вот это дело, ты умеешь делать, качественно, не изменять себе. А уж придет, ну, вот выпадет тебе, это счастливый случай, выпадет, это уже, ну, не совсем от нас зависит, что-то вот так вот, режимирую. Владимир Стимов. Ало, я попросили. Оля, я не терпусь, я вот слушаю пока, не хорошо. Спасибо. Я начну с искусственного. Только вот коротко, тут очень короткие реплики. Ну, я понял, все говорили... Нет, я просто говорю о том, что это не питаться. Пожалуйста. Я думаю, что все искусственные, вообще человечество, это очень серьезное вмешательство искусственного, какого-то сверхинтеллекта, и поэтому то, что мы, вы пытаетесь разделить реальное и на искусство, на самом деле, это одно и то же. И я думаю, что эволюция заключается в том, что вот то, что вы теперь, то, что вы поднимаете под реальностью, оно все равно побеждает. Оно побеждает через Любовь, оно побеждает через вот эту дискуссию, но побеждает через то, что Украина медленно и спокойно, даже благодаря существованию вот этого клуба, выбирается в пространство какого-то эволюционного, я бы сказал, лидерства. А вот в этом плане я хочу сделать вам комплимент, вашему клубу. Вы знаете, я очень скипотически относился к вашему клубу, и помните, входил, выходил, выходил. Какой настоящий мужчина. Но вчера вошел. Да, ну мучился, мучился. Не на диване сижу, и поэтому как бы мне это... А знаете, сейчас я порадовался. Вот порадовался этой дискуссией. Потому что до тех пор, пока в нашем обществе не пройдут дискуссии, в которых мы начнем слышать друг друга, ничего не получится. Фарон тоже имеет какие-то достоинства, а я их слушать сегодня не могу. То есть, и это проблема. Я говорю, что тоже имеет какие-то достоинства, но его выбрали. Тут проблема получается в терпимости, потому что только в обществе, в котором вот ты сказал, или вы, по-моему, критическая масса какого-то общественно значимого сработает в обществе. Общество выберет нормального президента и всех нормальных. Но я по-прежнему считаю, и буду делать все, что возможно, чтобы убедить женщину знать, что она определяет практически все. И в том числе того мужчину, который ее определяет. Продолжаю тему. Все-таки мне кажется, что сейчас общество, социум, он находится в кризисе. То есть, это этап кризиса, который нужно пройти. Это то, что есть. Это кризис отношений. Так я вижу это субъективно. Каждый человек в своем созревании, развитии, он тоже проходит определенные кризисы. Это же человек микрокосм, социум, это наша Вселенная, это макрокосм. Что проходит человек? Я очень кратко. С 4 до 14 это период, как можно его назвать, поляризации. Он чувствует свою отдельность, начинает ощущать, что он отделен. Другого человека воспринимает как объект. В этот период проходит период пубертата, то есть подросткового периода. Период борьбы, показывания себя, круче. Да, то есть, стадия такая происходит, она очень активная, эмоции бурлят. После 24 лет, ну это научные исследования, человек входит при естественном своем развитии в стадию гармонизации. Он создает отношения, он создает семейные отношения, семью, где учится слышать, понимать другого, что-то создавать совместное. Эта стадия длится до 54 лет приблизительно. После этого идет стадия трансформации, где мы весь накопленный опыт уже можем быть действительно духовной основой, поддержкой Духа для наших потомков. Там мы можем их поддерживать и транслировать через себя знания о мире, можем быть им действительно таким оплотом. Значит, сейчас эволюционное развитие, мне кажется, проходит критическую стадию перехода от стадии поляризации в стадию гармонизации, где пока в основу входит борьба. Мы все время боремся. Мужчина с женщинами, женщина с женщинами, мужчина с мужчинами. То есть очень трудно найти что-то совместное. Поэтому, мне кажется, что, опять-таки, мне, вот на мой взгляд, я это так вижу, что дальнейшее все-таки у нас есть основа для развития, что мы начинаем то, что даже мы здесь собираемся, мы учимся слышать друг друга, мы учимся принимать разность друг друга, мы учимся слышать мнение друг друга. И все это очень естественно, действительно. Спасибо большое. А у вас муж спортсмен? Вы не бьете? Не. Антон Батлотский. Хоть один счастливый. Там, откровенно говоря, не знаю, что сказать, потому что, на самом деле, естественно, неестественно, противоестественно, искусственно. Искусственно это мир или настоящий мир, реальный мир и виртуальный мир. Я прошу прощения, а как относились к ханигачеям в 11 веке? К ханигачеям, как к ним относились? Книжки читали. Книжки читали. Ой, они там в облаках витали. Да, ну вот как бы... Вот они в интернете сидят. Вот они в интернете сидят. То есть, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. И, собственно говоря, находясь в этом отрезке, мы не знаем даже, кто... О, кирпичи, да? То есть, мы даже не знаем, разливали сегодня, что-то подсолнечное масло. Машло или нет. Я хотела, во-первых, поблагодарить Сергея и вас. Вы были первый человек, который здесь произнес слово «любовь» с тем смыслом, который вы в него вложили. Я вот недавно даже блог такой писала о гармонии сфер, о том, что смысл имеет только вот это звучание совместной музыки. И потом еще, по-моему, Сергей Цегипов что-то говорил о любви. И вот пока мы тут говорили опять о естественных и противоестественных отборах и выборах, да? То я просто думала, а вот интересно, вот если отслеживать, как вот раньше говорили, ну вот отбирались по критериям физической силы выносливости, да? Хоп, тренд поменялся. Потом, значит, интеллект. Потом хоп, интеллекта уже у всех полно. Раз информация, доступ к информации. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Хоп, пошел туда естественный отбор. Потом раз упало в какое-то там, я не знаю, во что мы упали, но такое ощущение, что вот кто там подурнее, да? Есть такое слово «быдло, не люблю». Ну вот это нормально. Вот природа выбрала вот так, чтобы массу набрать. А сейчас, мне кажется, есть такой момент, что вот просто без любви дальше не поедем. Вот там, где она будет, там будет движение, там будут вот эти вот все штуки, там будут продукты. А если ее не будет, то помрем вот так вот в виртуальном мире или в реальном. Нам все равно в тоске и печаль. Совершенно верно. Ну вот как бы. Ну, я могу вам сказать, что все и мифы, и истины о любви создавались в эпоху, когда продолжительность жизни человека была немножко меньше, чем сейчас. И репродуктивная функция, она как-то давляла. И не хватало на жизнь. Понимаете, ее не хватало на жизнь. И поэтому сейчас мы стоим перед, ну, я бы сказала, совершенно необыкновенным процессом десакрализации любви в том понимании, в котором она нам донесена. Когда мы должны научиться понимать, что любовь – это любовь к миру. Понимаете? И человек только часть его. Женщины, к сожалению, наверное, или к счастью, но они реализуются благодаря любви и влечению. Это всегда происходит тогда, когда не ждешь и когда ты не хочешь, потому что не нравится тебе этот сантехник. Ну вот, а тут пришел в дело. Света, пришел в божень, взял кувалду и сделал вот так вот. Ну, по версии Всемирной Организации Труда 2011 года, самая востребованная традиция на Реном Царе – это слесарь-сантехник. Понимаете? Да. Более того, обязательно, да. Причем смотрите, что получается. Как, вот я как говорила, да, на каком-то из наших заседаний, я говорила, да, что как только мужчина лег с книгой на диван, успокоился, все нормально, и тут ему берут перед лицом, просто ставят женщину, что хочет, то и делает, любой. Вот. Вот. Женщина, более того, она максимально жертвенна, да, и она в максимальном состоянии творчества находится именно тогда, когда есть мужчина, которому она может испытывать эти чувства. И, как бы вам сказать, и мы никогда не можем простить мужчине, что он может одинаково сильно любить ни одну женщину. Точно так же, как мужчина, никогда не может нам простить, что мы можем его любить так же сильно, как и зонтик. Ну, на самом деле, хотеть, хотеть. Ну, вот, вот, я не знаю, почему это так. Я баллона. Да, да. То есть, вот в этой ситуации, вы поймите, я могу хотеть зонтик, хотеть мужчину, хотеть новый компьютер, и покурить абсолютно одинаково сильно. Нет, это не правда. Вот, понимаете, вот так вот, вот такая сложилась жизнь. Но я к чему это говорю? Вот у нас есть, когда мы говорим об естественном отборе, почему я считаю эту тему очень важной. Мне бесконечно благодарны мнения всех, но я знаю, что вот то, что есть сейчас, нас не устраивает. А мы, обсуждая такие вопросы, создаем завтрашнее сейчас, в котором естественный отбор будет иным. И от того, каким он будет, будет зависеть очень многое. И там будет женщина, для которой рождение ребенка не единственное предназначение в ее жизни. Ну, в общем, не предназначение. А может быть, и не ее предназначение. И мужчина должен будет с этим смириться и понять, и искать для себя то, в чем он может продлить себя, и какое наследие после себя оставить. Или другую женщину. Да, без вопроса. Без вопроса, Володя, ты пойми, это же ситуация. Мужчины практически не могут смириться с тем, что они должны, извините, любить ту женщину, которая их хочет. Они же хотят любить то, что им нравится. Понимаете? Это единственный естественный на правильный выбор. То есть здесь очень много вопросов. И в этом плане, вы знаете, что бы хотелось сказать? Мы прошли в политике Украины очень классный момент и процесс естественного отбора. Он в свое время был после революции 1917 года, когда женщин дворянского сословия выбросили на задворки цивилизации и всех процессов. А потом, когда все эти комиссарши прошли гражданскую войну, и эти новоявленные комиссары вернулись после этой гражданской войны, побросали своих подруг и женились на женщинах дворянского сословия, чтобы дети как бы что-то несли в будущее. Это было, да? Сейчас это было. А когда мы построили независимую Украину, и все шутили, что в нашем парламенте не хватает только красных фонарей, и презервативы валялись по туалетам, а потом эти все девочки-галопузики тоже ушли куда-то в небытие. Прошел же этот отбор. Он проходил. И он проходит. Когда мы вошли в эпоху потребления, и наши мужчины почувствовали, что такое делать деньги, и что за деньги можно. И вот можно и эту, и вот эту, и вообще всех, и как угодно, и поменяли там что-то. И женщины должны были дать ответ на этот вызов. Свои ненужности в какой-то степени. Понимаете? То есть это процессы тоже естественного отбора. И то, что мы видим в политике, в которой сейчас нет духовности, нет высших смыслов, государственности нет. Когда приходят в политику делать люди негосударственного мышления, безответственные. Вот это то, что сформировано сейчас, потому что... Почему? Потому что мы, женщины, не сформировали новых критериев потребления. Чего мы хотим. Я считаю, что это женский тоже вызов. Чего мы, собственно говоря, хотим. Давайте разбираться, чего мы хотим. Потому что если мы захотим вот это, оно у нас будет. Вот вы знаете, планы наши женские. Можно ничего в жизни не планировать. Наши планы не исполняются. Исполняются только наши мечты и настоящие желания. Я хочу, чтобы мы с вами захотели мужчин. По-настоящему мужчин, которые вот такие, как нам нужно. Я просила персика, ты принесла персик. Это все равно. И которым нужно именно такие, какие мы есть. Да, какие мы есть. Потому что если мы захотим мужчин мудрых, деятельных, независимо от того, какие у них лысины, животы. Но если они мудрые, если они несут в себе мысль ответственные, если они несут в себе ответственность за женщину и поймут, что женщины этой страны, это их женщины. Их. Их страны. Все наши. Понимаете? Все наши жители. Если они поймут вот это, вот мы должны это захотеть. Я не знаю, как захотеть. Но если мы этого не захотим, а каждый захочет только зонтик или новую помаду. Все, да. А сегодня день, да, ровнодействие. Давайте захотим настоящего. А давайте захотим. Тогда и любовь у нас будет, и мужчины будут. И вот наш естественный отбор, вот это будущее настоящее, оно будет качественно иным. Ну, не совсем хорошим. Иначе мужчины опять будут на диване. Все, спасибо огромное всем за дискуссию. Давайте ее перенесем к нашему кофе, чаю. Субтитры сделал DimaTorzok